то есть у нас но кто знает как работают нейроны мозги они простраивают связи то есть это импульс некий клетка она когда хочет передать некий импульс через нейромедиаторы связываются то прям видно как это молния на проникает в другой клетки если она до нее не дотягивается связи не додумывается то есть нам умные клетки которая более 100 отростков имеет уничтожили они кстати уничтожаются чаще всего алкоголем картофелем вообще-то в целом вареноид на вареноидической всякой пищи ну и так далее да то есть курение в большей степени всеми вещами которые можно сравнить зависимостью ну то есть это наркотики алкоголь курение все остальное чуть в меньшей степени но опять же да это питание так вот значит вот эти клетки умные не позволяли организовать связи то есть мы могли не изучая грубо говоря биологию и не обладая например навыками художника посмотреть на некое изображение и понять что это вот связанные объекты и что из этого вытекает то есть мы могли связать то что сейчас связать мы не можем вот соответственно тот вброс который нам сделали и теперь над нами смеются то есть они дали всю информацию разорвали ее на клочки захватчики планеты и по всем наукам наукам раскидали соответственно мы один химик другой физик третий там политолог там социолог собери всех вместе и скажи что это все три вида все что вы скажете нужно объединить в единую так скажем ветвь до будущей цивилизации или сегодняшней цивилизации тогда что-то стоящее будет а если все разрознено нам додуматься не дают так вот платоновы тела все всегда изучая платоновы тела в школе это тетрайдер эксайдер додекайдер октайдер и эксайдер я их все покажу потому что не все на слух могут вспомнить что такое но в основном понятно что пирамиды до кубы это все известно чуть посложнее фигура уже воспроизвести в памяти сложновато так вот наша задача понять как с этим работать раз мы это знаем так вот платоновы тела вернемся к этому дело в том что платоновы тела хоть полы они хоть это будет выполнена из кристалла из камня сейчас принципе такие поделки продают и нужно их приобрести хоть из воска сделать и пути из любого матери а хоть из пластика хоть чего они будут работать конечно со своими свойствами я сразу озвучу что металл и кристалл они быстрее накапливают энергоинформационную нагрузку то есть они быстрее будут накапливать и генерировать ту составляющую эфира которая вам нужна я сегодня говорю на достаточно запретную тему потому что это сейчас нигде не найдешь но я отважилась потому что для вас для всех я повторюсь это очень важно если не начать об этом говорить то люди будут думать что этого не существует но это существует это обязательно нужно взять себе на вооружение потому что любом обо всем о чем ты знаешь надо в общий доступ рассказывать просто без стеснений потому что это станет достоянием масс с нами с массы с большой коллег с большим количеством людей уже ничего не сделают потому что если знает один у его очень легко заткнуть ему рот а если знают все значит станет достоянием нации так вот нам нужно рассмотреть все что связано с платоновыми телами мы их изучаем школе мы все время их до конца школы теребим на геометрии мы сдаем экзамены все время их прочерчивая но сейчас математика пустая она практически ничего не дает силу того что нам не объясняют зачем никто не знает что синус косин вообще любая тригонометрия все волновые структуры это структуры позволяющие материализовывать события вот кто об этом знает никто что все платоновые тела это источник определенного эфира что любые что действия у нас на самом деле не четыре но плюс еще логарифм ладно и степень ну 6 бесконечное количество штук то есть у нас не только сложение вычитание все остальное мне как математику чуть проще это понять но я думаю что постепенно я буду эти знания давать в общий доступ для того чтобы все взяли и могли строить свою судьбу наконец-то потому что невозможно жить как даже не знаю не в тени а в теме не совсем не проглядно надо идти к свету так вот нам нужно поговорить о том что же такое как это работает начнем с воды много сказано о том что стихии несут некую энергию в природе есть ну мы по крайней мере в первом на попервой да пока мы не перейдем во второй кон мы знаем что есть самозародившиеся боги ну это магащ земля стрибах воздух ярила солнце и купала вода то есть это самозародившиеся боги которые в принципе давали энергию воды и солнце ветра и земли соответственно контакт с этими богами рождает набор определенного эфира который и с ними связано об этом мы сегодня еще будем говорить но мы конечно можем там медитировать на воду или там еще что то но есть некие объекты которые из платоновых тел которые их рождают так вот огонь чем интересен огонь мы знаем что мысль она огненная и чаще всего мы додуматься не можем за чего-то не потому что мы глупые а потому что у нас не хватает именно эфира огня именно не хватает что такое еще огонь огонь это действие это активность то есть вот мы видим например человека которого нет вообще энергии то есть он устал у него там какие-то там выжили на работе еще там что-то случилось но соответственно человека вообще нет энергии где ее взять и как при как из человека сделать активно насытить его именно эфиром огня соответственно фигура которая отвечает за эфир огня это тетрайвер это пирамидка это пирамидка вот я уже сказала да что каждое плотонного тела она соотносилась определенным эфиром как же нам быть вот мы эту эту пирамидку имеют тетрайвер у нас есть как с ним работать пока этот объект находится вашем поле он так или иначе будет эфир излучать ну то есть грубо говоря и там где вы проживаете желательно в каждой комнате чтобы у вас стояла пирамидка теперь как какие размеры должны быть у пирамидки было бы здорово если бы размер пирамидки был приурочен к вашей мере что такое наша мера соответственно но я все перечислил понятно что и в большинстве своем они огромные их не используют но есть мелкие меры которые можно взять на вооружение первое это сажен от макушки до копчика вторая это косая сажен соответственно длина позвоночника аршин ширина плеч плечо локоть две кости ладонь длина ладони палец 10 пальцев длина каждого отдельно считается дюйм и вершок то есть она существует 3d принтеры можно измерить свои меры найти человека который занимается и он легко это все простроить потому что в программе ты загоняешь данные что например такая-то грань имеет такие-то показатели соответственно все это быстренько простраивается в течение условно говоря 15 минут здесь размер не имеет роли вы можете сделать огромную пирамиду которая будет соответствовать ваше сажение а можете сделать ну размер такой чтобы это было например дюйм да это две верхние фаланги главное чтобы это было по вашем мире почему дело в том что мы не любой эфир получаем то есть мы можем конечно условно взять тот эфир который есть пространстве его чтобы понимали можно через вращение против часовой стрелки вокруг собственной оси то есть мы стои стоите начинаете как суфии вращаться против часовой стрелки все инверсионные следы все что более или менее с вами с родственной энергоинформационной вы всегда питаете но это тот мусор который нужно структурировать потому что по своей квартире или по своему дому выходите там условно говоря там 12 часов в сутки естественно инверсионный сет это след энергоинформационной который остается он ну вот просто есть и за все за все года которые вы проживаете в доме его огромное количество накопилось взять его можно именно вращением против часовой стрелки вокруг собственной оси но это еще раз я повторюсь это обломки ваших телодвижения которые вы можете взять но потом придется структурировать то есть это некая хаотичная масса потенциала который потом еще придется перегонять в то ли иное тело но физическое астральное ментальное там казуально душу дух кому как удобно если знаете как ну вот соответственно почему если мы берем пирамидку сделанную по вашим мерам то ничего не нужно будет структурировать то есть это будет чего-то вашей энергии и она будет вас изначально питать потому что она приурочена на по вашим мерам сделать то есть мы знаем что есть некий контур физически и там есть волна так вот когда волна в контуре начинает двигаться вот этот вот верхний и нижний предел организует некий неправильный диапазон как бы сказать то есть он сроднен с вами и соответственно эту энергию то волну вы можете взять все что не по вашей мере там можно взять но придется опять же перестраивать так вот про огонь если это пирамидка просто стоит то она слабые токи издает вообще все кто с физикой знаком любая форма она микротоки производит единственное нужно очень чувствительные чувствительную аппаратуру которая это все измеряет но для того чтобы ускорить процесс если вам здесь сейчас необходима некая энергия то можно этот тетрадер эту пирамидку например вот вы сидите до положить под стул и одну из вершин энергия будет уходить к вам а мы знаем что все цары на теле это в угнутости и так скажем ну их четыре основных мы знаем что это межброви яремная ямка солнечное сплетение пупочная область и к ним туда можно присовокупить еще ну так скажем промежность поэтому для того чтобы организовать себе правильно и правильный приток энергии можно эту пирамидку поставить под стул пока вы кушаете там пришли с работы чтобы восстановиться это пирамидка будет воспитать то есть даже положение когда вы с ней особо не работаете вы можете напитываться энергии если вы начнете с ней работать то соответственно энергии будет идти больше как работать но если будет вопрос я конечно отвечу дальше энергия земли в чем интерес энергии земли за нее отвечать дикса горели я напоминаю как это вот значит в чем смысл данного объекта у нас может быть сколько угодно мечты желаний каких-то может быть произвольных действий для того чтобы они материализовались необходимо это энергия эфира которая соответственно называется теплород я вот не сказала что у нас с вами каждый эфир он назывался своеобразно у нас сейчас этих понятий вообще нет но так или иначе его надо знать значит эфир огня он назывался флагистом флагистом то есть нам сейчас даже за это название уже может прилететь но я уже сказала что раз я это знаю я все равно буду это озвучивать значит энергия огня она называется флагистом соответственно если мы говорим о кубе да то есть об энергии земли называется теплород вот нам сейчас рассказывают что якобы стекловолокно вот по которому сейчас у нас вся информация идет и мы везде его используем если есть возможность это якобы достижение нашей цивилизации наивысшего но на самом деле это не совсем так и и и и